Путинский режим Путинский режим Массово разрушать гражданскую инфраструктуру Это явственный элемент геноцида Разрушать инфраструктуру, необходимую для жизни сотен тысяч и миллионов Они, российские борцы с нацизмом, такие Получают от ВСУ по полной на поле боя А потом в отместку разрушают украинские города Убивают украинских женщин и детей На эти действия путинского режима ответил президент Зеленский Цитирую Вы до сих пор думаете, что мы один народ Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам Вы действительно так ничего и не поняли Не поняли, кто мы, за что мы, о чем мы Читайте по губам Без газа или без вас? Без вас Без света или без вас? Без вас Без воды или без вас? Без вас Без еды или без вас? Без вас Холод, голод, тьма и жажда для нас так не страшны и смертельны, как ваши дружба и братство. Но история все расставит по местам, и мы будем с газом, светом, водой и едой. И без вас. Конец цитаты. Вот это без вас, очевидно, относится не только к Украине, но и ко всей Европе. Европа, которую Путин без устали шантажировал отключением от подачи газа, стращал отсутствием тепла зимой. Сегодня проблему обеспечения себя газом практически решила. Если в начале года российский газ в общем объеме поступающего в Европу газа занимал 40%, то сегодня он занимает всего лишь 9% с устойчивой тенденцией к уменьшению. Газохранилища стран Европейского Союза заполнены на 80 с лишним процентов, а газ стабильно поступает из Норвегии, из США и других источников. Без вас, без России, без ее энергоресурсов, без зависимости от капризов и шантажа кремлевских сидельцев – это уже реальность. При этом Россия потеряла самый выгодный для себя газовый рынок, энергетический рынок, если говорить более общо, европейский. Другого такого для российского газа и нефти в мире больше нет и не будет. Продажи газа в Китай, о которых постоянно говорят в Кремле – это блеф Путина. Объемы несравненно меньше, меньше и цена. Сегодня в 10 и больше раз. И газопровода с главных месторождений газа России на Ямале в сторону Китая нет. Его еще надо построить. А это не меньше 10-15 лет. Диктат Кремля. Помните в декабре заявление замминистра иностранных дел России Рябкова? Собирайте манатки и убирайтесь на рубежи 1997 года. Привел к катастрофе для самой России. К военной. Харьковская область – это только начало. И никакие мобилизации, и никакая мобилизация зэков на войну России уже не поможет. К экономической катастрофе. Резкое понижение доходов. Некому продавать газ и нефть. А другого у России нет. Ничего интересного для мира. Машины, телефоны, телевизоры, трактора, самолеты, одежду, еду и тому подобное. Россия не производит. Понижение уровня жизни населения и усугубление технологической отсталости. Привело и к катастрофе политической. Россия – страна-изгой. Ее авторитет в мире стремится к нулю. Никто не хочет с ней иметь дело без вас. Без вас это касается и Молдовы. И речь не только о возможности отключения Кремлем газа для нашей страны. Это, конечно же, крайне нежелательный исход. Но Молдова готовится к такому варианту. Мы ведем переговоры с Румынией, Азербайджаном и другими государствами о поставках газа в зимний период. Не замерзнем. Без вас. Без вас – это и реальная возможность окончательно разрешить конфликт на Днестре. Не будем прятаться за словами. Главным препятствием к разрешению Приднестровского конфликта, да и всех такого рода конфликтов на территории бывших советских республик, была и есть Россия. Сегодня ставить палки в колеса она уже не может. Без Москвы, без вас, Кишинев и Тирасполь при активном участии Киева и стран демократического мира быстро найдут решение проблемы. Без вас не наш выбор. Без вас не выбор Европы. Никто к этому не стремился. В мире нет русофобии. Сегодняшнее отношение гражданам Российской Федерации в некоторых странах объясняется вполне естественно войной. Без вас – это результат действий Кремля, путинского режима. Мир защищается от русского фашизма. Каков привет, таков и ответ. Без вас – это надолго. По крайней мере, до полного военного поражения России в этой подлой, развязанной ею войне. До политических изменений. До появления прекрасной России будущего. А это могут быть и десятилетия. И даже тогда Европа, Украина, Молдова, весь остальной мир будут сами решать. С вами они или все еще без вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова